Схема доказательства. Вот это и самая идея. Общая идея такая. Компьютер это, ну это даже не тот вариант. Компьютер бывает такая адресная машина. Понимаешь, что такое адресная машина? Есть ячейки памяти, и в ячейке может храниться какое-то число. Да? Это один способ. Другой способ представлять себе, что компьютер это машина тьюринга. Машина тьюринга, это что такое? Это думающая такая успешная штучка, которая ездит вдоль пива. Отлично. Давайте я сначала два слова скажу, что на самом деле нужно сделать, когда у вас модель компьютера это машина тьюринга. А нужно понять следующее. Что такое по большому счету сдвинуться на одну вечернюю? Ну и вообще, если считать, что у нас число записано вот так вот, длинное число, то эта операция довольно суровая. Потому что это внутри числа, где-то там, что-то в серединке его разряда, что-то такое произошло. Но мы же не обязаны машину тьюринга выписывать именно так, что вот от начала вперед. Мы более умные. Давайте мы будем записывать состояние машины тьюринга в виде двух чисел. Одно из них будем читать в эту сторону. То есть младшие разряды его здесь, а старшие вот там вот далеко, там старший разряд. А другое число будем читать в ту сторону. То есть старшие разряды его там, а сюда и тут младшие. И вы вдруг обнаружите, что операция, которая нужна в машине тьюринга, это очень несложная операция с этими двумя численами. Ребята, что делает в машине тьюринга? Она смотрит на ячейку. Смотреть на ячейку, это называется взять остаток от деления на основание числения, понятно, в котором мы работаем. Ну остаток. Очень легко увидеть, что это примитивный лексин. Замечательно. Дальше. Она заменяет ячейку на что? Вот не проблема. Надо вычесть то число, которое там было, и прибавить. Это очень простая операция. Она сдвигается на единицу. Ну как? Ну надо одно число там умножить на сколько ты к нему, сколько ты прибавить. То есть не то, что это какое-то небольшое число. А другое число наоборот разделить с остатками и разделить, вычесть остаток и разделить на... То есть при движении машины тюрлинга происходят крайне простые штуки. Единственная проблема. А что делать с тем, что у нас вычисление это некоторый процесс. Машина тюрлинга должна бегать, бегать, считать, 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 считать. И это же нужно в одной арифметической формулу суметь как-то записать. Так вот, ребята. Ну, во-первых, если вы верите в теорему Митейсевича, то вы знаете, что любое перечислило множество диафантов. Вы хоть понимаете, что если верить в теорему Митейсевича, то это вообще ни в каком доказательстве не нуждается. Все, я почему-то не начинал сегодня, все диафантов множества арифметичны, все диафантов множества очевидно арифметичны. Потому что там, конечно, формулы задаются. Поэтому если верить в теорему Митейсевича, то это вообще вещи совершенно очевидно. Но, если не верить в теорему Митейсевича, то тогда нужен, там, например, несколько приемов, один из приемов придумал Йодерин. В самом начале, когда он всю свою теорему придумал, он придумал так, как закодировать процесс вычисления. То есть, как много натуральных чисел свернуть в одно. То есть, программу можно в какой-то момент попросить памяти. Ну, если на языке адресных машин. Просто у Шиня и у Успенского это, на самом деле, написано и на языке адресных машин тоже. Программа запросила память. Как это сказать в терминах функций? Вообще просто. Существует такая штука, как китайская теорема об остатках. Да? Да, ее здесь хватает. Ее здесь хватает. Смотрите, в чем идея. Если вас интересует остаток отделений на 30, то это то же самое, что вас интересует остаток отделений на 5 и на 6. Правильно? Замечательно. А теперь, как применять для нашей науки китайские петербурги. Представьте себе, что у вас есть правильные числа. Давайте подумаем, при каком условии эти числа будут попарно взаимно выразить. Ну, вот, скажем, есть у нас число вида LN плюс 1 и число вида MN плюс 1. Что значит, что у них есть общий привиток? Ну, вот, они оба делятся на какое-то число вида M, да? Хорошо. Тогда их разность тоже делится на M. А их разность – это L минус M умножить на M. Но заметьте, число N с любым из этих чисел, очевидно, взаимно просто. Поэтому, интересно, число L минус M, оно является делителем какого-нибудь из этих чисел или не является? Для любого натурального числа K можно найти сколь угодно большое натуральное число N, при котором первые K членов последовательности попарно взаимно просты. Для любого K существует такое N, что число N взаимно просто с всеми вот этими числами вида N минус M. А это правда. Какое это? Важно, чтобы это есть. И вторая лима. Для любой последовательности натуральных чисел можно найти такие числа A и B, что очередной член последовательности есть остаток отделения числа A на NK плюс 1.